всем привет при многообразии существующих движков может возникнуть довольно непростой выбор с чего собственно начать делать игру и какие есть решения игровых движков существует довольно много и под разные задачи используется различные языки программирования поддержка разных платформ и готовых решений давным-давно мы уже выпускали ролик про лучшие движки для создания собственной игры но он уже очень устарел поэтому настало время его обновить начну я с констракт это легкие в освоении движок с помощью которого можно эффективно и быстро создавать прототипы 2d игр без помощи кода есть поддержка таких платформ как windows linux android ios браузеры и некоторые другие порог вхождения минимален интерфейс программы интуитивно понятен а логика создается путем построения системы событий и связанных с ними действий в дальнейшем проект можно дописать код с помощью javascript констракт доступен бесплатно но с ограниченным функционалом который позволит немного но достаточно чтобы освоить большинство возможностей а если захотите сделать что-то конкретное то придется платить за подписку и если выручка от выпущенного проекта превысит 5000 долларов придется приобрести бизнес лицензию для коммерческого использования но она не имеет никаких отличий от персональной юнити это одна из главных платформ для разработки популярных инди игр и один из лучших игровых движков в отрасли юнити более сложен в освоении чем некоторые движки из этого топа однако обширное сообщество разработчиков и огромное количество обучающих гайдов которые можно найти в сети помогут приступить к работе на официальном сайте юнити можно найти специальное дополнение позволяющее кастомизировать движок для разработки игр в ассет store есть много готовых платных и бесплатных решений моделей текстуры анимации и полноценные проекты еще один большой плюс этого движка в том что он бесплатный пока ваш проект зарабатывает меньше 100 тысяч долларов в год так что это отличный выбор для создания 2d и 3d игр движок охватывает 24 платформы это мобильное устройство vr пк консоли и в платформы кстати есть немало известных игры сделанных в unity такие как seven days to die subnautica hard stone ori and the blind forest pillars of eternity две последние части westland the forest и многие другие язык программирования c-sharp также поддерживается javascript если писать код совсем лень или нет навыков то есть плагины которые позволяют делать игры без написания кода анриал энджин это еще один из самых продвинутых движков для разработки игр он доступен бесплатно но нужно будет платить 5 процентов роялти как только ваш доход превысит отметку в 3000 долларов движок очень продвинутый сообщество которого постоянно растет чему способствует компания разработчик epic games этот движок в первую очередь для тех кто хочет делать проекты с крутой графикой на пк и консолях для мобильных устройств тоже подходит но пока популярных мобильных игр на анриал энджин немного из того что приходит на ум это ford night и папка еще на нем сделаны batman arkham knight life is strange серии mass effect daylight arc survive a world borderlands 3 и очень много других даже тот же stalker 2 пилят на анриал энджин 4 язык разработки си плюс плюс кого то это может отпугнуть но есть решение блюпринты с их помощью теоретически можно разработать игру не написав ни строчки кода на практике это очень полезно для быстрой разработки прототипов также есть магазин ассетов андреал энджин marketplace где можно скачать готовые модели звуки и полноценные проекты но стоит отметить что этот движок не лучший выбор для разработки своей первой игры если ты еще новичок а вот более опытным программистом он поможет раскрыть весь свой потенциал и если тебе действительно интересна эта тема и ты желаешь связать свою жизнь геймдевом то расскажу тебе про отличную возможность школа xyz запускает курс по программированию курс ведет александр балакшин он внес значительный вклад в сезонное обновление для том клэнси с rainbow six age в роли старшего инженера разработчика и лидера геймплейной команды большую часть своей карьеры он делал шутеры поэтому будет рассказывать именно о них на курсе ты узнаешь как работает стрельба перемещение сетевая репликация искусственный интеллект npc и научишься создавать все это сам с помощью андреал энджин и си плюс плюс курс в первую очередь для тех кто уже программирует но хочет сменить сферу деятельности на геймдев поэтому для курса надо уже знать хотя бы один язык программирования во время обучения ты разберешься с фундаментальными понятиями используемыми в индустрии что такое функция тик и какие существуют ее виды что такое древо поведение и система чувств у нпс как разработать скелетной анимации что такое рейкаст как он реализован сколько он стоит и какие есть другие варианты пространственных проверок а еще освежишь знания по математике в итоге полученные на курсе знания и практика c++ позволит при необходимости освоить любой игровой движок ведь в основе большинства из них лежат одни и те же принципы и в целом внутренние движки в трипл и студиях во многом похоже а помимо шутеров эти знания можно будет применить и для других жанров создание 2d платформера ртс авиасимулятора файтинга или рпг игры не составит проблем ведь фундамент для задач программиста в этих играх считай один студенты xyz школы устраивается с пера софт сайбер мая точка ком digital forms и другие студии так что если хочешь перенять опыт работы в индустрии трипл и игр или создать свою собственную игру записывайся на курс по ссылке в описании курс запускается 1 февраля 2021 года а новые потоки стартуют каждый месяц всего же обучение будет длиться пять месяцев рэн пай это простое в освоении движок с открытым исходным кодом и хотя он требует начальных навыков программирования на самых ранних этапах вам понадобится лишь умение работать с текстовым редактором и приложениями по редактированию фотографий это удобная стартовая площадка для тех кто в будущем планирует изучить язык программирования python движок рассчитан на новичков но при этом требует вносить правки в программный код игры и это хорошо потому что поможет понять что в программировании нет ничего страшного рэн пай подойдет вам в том случае если вас пугает сама перспектива создания игры с нуля ведь это одна из важнейших препятствий с которыми сталкивается большинство людей ранее не работавших над созданием игр этот движок позволит довольно быстро создать простую игру наподобие визуальной новеллы что придаст уверенности начинающим разработчикам но стоит отметить что рэн пай сильно ограничен по части графических и геймплейных функций game maker studio 2 еще одна отличная платформа для новичков так как система создания скриптов здесь максимально проста и понятно в интернете также немало дополнений для этого движка позволяющих кастомизировать его для создания платформера или рпг с видом сверху а комьюнити оказывает неоценимую помощь новичкам данная платформа включает в себя удобное в использовании инструменты интерфейс формата драк-н-дроп и возможность писать на отдельном языке программирования под названием джей эм эль но конечно же и тут есть свои нюансы на начальных стадиях разработки можно быстро обрисовать скелет своей игры и сосредоточиться на ее дизайне однако в дальнейшем это может выйти боком особенно если вы не придерживаетесь организационных стандартов простота использования game maker может стать ночным кошмаром разработчика ведь он сильно отличается от работы с другими движками поэтому если в дальнейшем вы планируете перейти на unity или любой другой движок то лучше поискать и мой вариант край энджин еще один очень популярный игровой движок о чем свидетельствует большое количество популярных игр созданных на нем а именно фар край райс сан о фром kingdom cam deliverance серия sniper ghost warrior и многие другие но конечно же больше всего движок привлек себе внимание разработчиков после выхода crisis который продемонстрировал новый уровень графики благодаря край энджин движок можно смело использовать для разработки под пк консоли и вир край энджин позволяет создавать игры почти с фотореалистичной графикой и при должном навыке проекты разработанные с его помощью превосходят по качеству картинки любые игры на unreal engine 4 или unity код движка можно модифицировать что приносит как радость так и массу проблем если захотите перенести свои модификации на более новую версию движка используемый язык си плюс плюс также присутствует marketplace с ассетами начиная с пятой версии за использование движка придется отчитывать 5 процентов роялти при доходе с игры более пяти тысяч долларов до этого рубежа использовать его можно свободно лип gdx это простой в освоении кроссплатформенный фреймворк который написан на java и отлично работает с opengl предлагает поддержку нескольких платформ для публикации своей игры да и поддержка сообщества здесь тоже великолепно благодаря этому вы сможете получить отличную документацию для работы есть возможность публиковать готовую игру сразу на нескольких платформах сегодня этот движок активно используется для создания мобильных игр но и пока проект на нем вполне реально реализовать но разумеется а трипл эй игру на нем не сделаешь года компактный движок с огромными возможностями это как блендер только от мира игровых движков но пока что уступающий тому же unity плане многообразия готовых решений и возможностей хотя различных неофициальных решений для него немало на года лучше всего обратить внимание если вы собираетесь создавать 2d игру благодаря его многообразию проработанных инструментов именно для 2d движок не требует мощного железа и выдает вполне приличную картинку примерно тоже касается и оптимизации интерфейс движка довольно продуманный и кастомизируемый пользоваться удобно поддерживаемых языков достаточно для разного уровня погружения тут и си плюс плюс и си шарп и довольно удобный внутренний jd script визуальный скриптинг тоже присутствует так что без знаний программирования в года тоже вполне можно жить какую-то минимальную логику сконструировать или что-то за анимировать source пусть этот движок не так популярен как например анриал энджин или unity зато о созданных сего помощью играх слышал наверное абсолютно каждый геймер но несмотря на то что данный движок хотя и привел в действие некоторые выдающиеся игры других разработчиков такие как в empire masquerade и серию titanfall он так и не получил должного отклика как бы там ни было в первую очередь source хорош своей доступностью инструментарий source sdk доступен бесплатно всем пользователям steam и он включает себя редактор карт программы для импорта экспорта просмотра моделей и проработки лицевой анимации а также утилиты для распаковки файлов и файлы исходного кода библиотек для некоторых игр валв уже этого должно быть достаточно для создания модификации и отдельных игр что и было доказано гарри ньюманом создавшим популярную песочницу гарри смот но разработка на source потребует от вас хорошего знания c++ rpg maker коммерческий игровой движок который разработан специально для создания классических игр в стиле jrpg без необходимости уметь программировать он распространяется через steam и имеет большую популярность среди начинающих инди разработчиков эта программа позволяет легко и просто шаг за шагом создавать действительно впечатляющие игры просто создайте игровую карту героев монстров и разные волшебные предметы снабдите их событиями и распределите по разным местам и вот игра уже готова вы сможете использовать уже готовых персонажей и создавать игровую карту на основе встроенных программу мозаичных плиток важную роль в вашей игре будут играть события сражения с боссами поиск сокровищ путешествия по подземельям все строится на использовании событий каждая из которых можно добавить герою чтобы он мог реагировать на изменяющиеся условия игры есть возможность добавить свой код на java script еще rpg maker позволяет шифровать игровые файлы и использовать скриптинг базирующийся на движке руби а на этом наш выпуск подходит концу конечно многое зависит от личных навыков и предпочтений но если вы собираетесь создавать простенький 2d платформер или space shooter имеет смысл рассмотреть что-то легкое в освоении а вот при разработке масштабной игры одним лишь простым движком обойтись будет сложно для вас вещал канал и мэйдж гейм всем пока а